Всем привет! С вами я, Лиша Дан, с вами упали мой канал, и сегодня я снимаю новое интересное видео. Своё видео я начинаю снимать на фоне своего стола, а это значит, что именно сегодня я покажу и расскажу, что лежит на моём рабочем столе и что же здесь находится. Ну что, поехали! Так, стоп, а ты подписался на мой канал? Нет? Тогда бегом переходи вниз и нажимай красную кнопочку, чтобы она стала серой. Всё, тогда давайте начинать! Первое, то, что я вам должна рассказать, это вообще о моём столе. Мой стол белого цвета, сверху у меня есть вот такие полочки и вот такое место для фотографий, а также белый стул. Но подробнее я вам сейчас всё расскажу. Я думаю, что мы начнём с верхних полочек, а потом перейдём на сам стол и ниже. Первое, это вот такая рамка, на которой висят мои фотографии. Здесь есть фотографии, где маленькая моя фотография с семьёй, мои фотографии. Фотографии из кафе, ещё много фотографий. Фотография с танцев. И самое моё любимое, это новая, она появилась здесь недавно. Это вот такая фотография, как бы из инстаграма, которая сделала мне Полина. Огромное из-за этого спасибо, мне она очень нравится. И, кстати, смотрите, миллион лайков. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, давайте сделаем такую же цифру только в настоящем инстаграме. Переходим на мои полочки. На первой полочке мы можем увидеть вот такой красивый новогодний стаканчик. Затем вот такую подставочку для карандашей, вот с таким попугаем, но у меня здесь стоит не карандаши, а вот такая фея. Затем у меня здесь есть вот такая фигурка и ещё вот такая из мастики. Когда-то это было на моём тортике и на кексиках, и я решила это оставить. А также фигурка в виде снимки, которую мне когда-то дарили на Новый год. И здесь также висит вот такая обезьянка, которая где-то, наверное, 2 или 3 года назад была популярная. Её одеваешь на палец, и она там выполняет такие задания. Теперь следующая полочка. Первое, что мы можем здесь увидеть, это вот такая доска, на которой можно рисовать маркерами. Также маркеры вот в такой подставочке. Куколка Лол, и вот такая фигурка, я не помню, как она называется. Если вы знаете, пишите в комментариях. Затем вот такая подставочка в виде колясочки из супермаркета. Здесь у меня лежат всякие фигурочки на карандаши. И вот такая деревянная надпись Алина. Затем стоит вот такая копилка Единорог. Ну, я здесь ничего не складываю, она у меня стоит как бы для красоты. Вот такие бумажечки, стикеры для того, чтобы что-то на них писать. Затем вот такой Единорог ручной работы, он очень красивый. Книжка, ну, точнее, блокнот Единорог. Потом книжка Волшебный Единорог. Мне когда-то давно подарили, и я ее просто поставила для красоты. Ну и последнее, это мой личный дневник. Передвигаемся дальше. Здесь у меня стоят мои чехлы. Четыре чехла. Вот такой с Том и Джерри. Затем вот такой киндер. Вот такой фиолетовый с закрыванием камеры. И вот такой динозаврик. А также вот такой попсокер голубого цвета с Кудыкиной горы. Ну и последнее, что здесь стоит, это вот такая фиолетовая подставка в виде совы с карандашами и разными красивыми ручками. Ну вот и все, переходим к самому столу. В этом углу у меня стоит мой компьютер, на котором я монтирую для вас свои различные видео. Ну и конечно же, рядом с ним стоит вот такая белая мышка. Затем у меня стоит вот такая подсветка Единорог. И вот такая подставочка для карандашей, ручек, линеек. Ну и то, чем я больше всего пользуюсь. И моя лампа, а также вот такая обложечка, под которой у меня лежат подсказки по геометрии. Ну а теперь давайте смотреть, что у меня лежит в полочках под своим столом. Но сначала посмотрим, что лежит на этой тумбочке. Первое, это вот такой блокнотик, в котором я пишу идеи для видео. Затем вот такая коробка с ручкой с именем Алина. Затем вот такой блокнотик, который я еще не открыла, с единорогом и ручкой с единорогом. Подставка для того, чтобы читать какие-то тексты с бумаги. Ну и у меня остаются здесь мои скотчи. Ну и давайте смотреть, открываем первый ящик. Здесь у меня лежат вот такие тетради, которыми я пользуюсь. А здесь тетради с прошлых годов, которые я оставляю для того, чтобы потом посмотреть. А также здесь лежат листочки для того, чтобы уложить их в дневник и доставать их в школе, когда они мне понадобятся. Дальше у меня лежит вот такой пенал с моими карандашами, которые я не всегда беру в школу, а только если он мне понадобится в школе. Затем вот такая косметичка школьная. Здесь у меня матирующие салфетки, антисептик, два блеска и духи. Затем у меня есть вот такой антистресс. Он появился у меня недавно. Он интересный и мне очень нравится в него играть. Затем у меня вот такой кошелечек, чехол на бутер, а именно контейнер для бутерброда. Всякие наклеечки, мини-блокнотик и различные карточки по истории. А также розовый калькулятор для химии и физики. Закрываем этот ящик и открываем второй. Во втором ящике у меня лежат стимы атласы, книги, контурные карты. А также здесь некоторые учебники не помещаются, поэтому у меня остатки лежат здесь на подоконнике. Здесь у меня лежат учебники такие как биология, русский, алгебра, физика и литература. Ну и приступаем к третьему ящику. В этом ящике у меня есть вот такой контейнер, где находятся мои ручки и карандаши, которыми я еще не пользовалась. Затем вот такой контейнер. Здесь у меня клей, стерки и тоже то, чем я еще не пользовалась. Затем краски для рисования, для изо, ну или просто для каких-нибудь поделок. Вот такая папочка и цветная бумага. Также блестящая бумага. Все мои линейки, разные транспортиры и линейка-закладка. Затем всякие скрепочки, еще вот всякие штучки, закладочки. Здесь у меня лежат вот такие штучки для карточек всяких, еще закладки. И тетради, которые у меня еще не начаты. Ну а в самом низу у меня лежат подсказки и книжки для подготовки к УГЭ по биологии и литературе. Ну и в последнем у меня лежат блокноты и пеналы, которыми я сейчас не пользуюсь. И сейчас я вам покажу все свои блокноты. Первый это вот такой фиолетовый пушистый блокнотик и вот такой голубой с нотами. Затем вот такой синий толстый блокнот. Вот такой блокнотик для рисования. Затем вот такой антистресс блокнотик. Еще один блокнотик для рисования. Еще один вот такой блокнотик. Это мой старый личный дневник. Я его ввела в четвертом классе. Две вот такие тетрадочки. Они тоже у меня были как личные дневники. Вот такой еще один антистресс блокнот. Вот такой красивый блокнот. И вот такой еще один личный дневник. Здесь у меня лежит мой скейтбук, в котором я рисовала всякие рисунки. Затем лежит вот такая тетрадочка с сердечками в клеточку. Ну это больше как блокнотик. Вот такие еще две тетрадочки-блокнотики. Вот такой блокнотик с Микки Маусом. Вот такой блокнотик с Мишкой Сердечки. Вот такой блокнот с авокадо. Блокнот с ламой. И вот такая большая тетрадочка. Но за моим столом лежат мои плакаты. Ну вот и все. Я вам показала все, что есть на моем столе. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Не забывайте писать в комментариях ваши новые идеи для видео. Ну а мне пора с вами пришляться подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...